Физкультурно-спортивный клуб для инвалидов «Благо» отметил свое десятилетие. Сейчас он объединяет 190 участников самого разного возраста, от 4 до 60 лет. С юбилеем сотрудников и воспитанников учреждения поздравило руководство города. Подробности у Татьяны Костанда. Когда клуб только создавался, в нем было всего 30 человек. Сейчас почти 200. Поэтому, попадая в число участников «Благо», люди с ограниченными возможностями могут не только тренироваться под руководством профессионалов, но и приобретают широкий круг знакомств, что не позволяет замыкаться в себе, а наоборот, толкает к развитию. Наша основная задача – помогать и сделать людей, которые занимаются здесь, такими же участниками гражданского общества, которое у нас есть в городе. Нередко люди с ограниченными возможностями активнее тех, кто здоров и ведут насыщенный образ жизни. Многие из присутствующих занимаются сразу несколькими видами спорта. Результаты налицо. Химкинский клуб «Благо» занял первое место в смотре конкурсе на лучшую постановку среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов муниципальных образований области. Город делает все, что необходимо. Мы сегодня задали вопрос, какие у вас проблемы. Говорят, никаких. Есть программа «Доступная среда», которая реализуется. Но это с точки зрения общегородской ситуации, чтобы инвалиды не чувствовали себя ограниченными в этом направлении. Но только радоваться остается, что у них есть желание этим заниматься. А мы уж поможем с одним условием. После торжественной части и разминки участники клуба разошлись по секциям. Броски в баскетбольное кольцо, фехтование, боча, шахматы – здесь представлены далеко не все виды спорта. Всего в клубе «Благо» более 15 различных направлений, а воспитанники регулярно становятся призерами и чемпионами на соревнованиях области и страны. Тех, кто может регулярно заниматься спортом и стать участником клуба, определяют в реабилитационном центре «Вера». Помимо физических возможностей, не менее важно желание. Антон Терехов уже пять лет в числе воспитанников «Благо». За это время он увлекся бочей – это метание мячей. Причем заниматься этим видом спорта можно даже находясь в коляске. Также Антон добился высот в шахматной игре. Мне нравится тактика, стратегия заниматься, развивать мозг. Я и в школе-то отличник, поэтому все интеллектуальные игры для меня все-таки на первом месте. Мне нравится, что много ездишь, общение с другими ребятами, коммуникация как-никак. Много разных мест повидал. Такие тренировки в спортивном комплексе «Родина» у воспитанников клуба «Благо» проходят три раза в неделю. Многие регулярно ездят на сборы. Словом, жизнь такая же динамичная, как и у любых спортсменов. Есть люди, которые встали с коляски и начали ходить. Кому-то это помогает здоровье, кому-то в личной жизни. У нас двое глухих поженились здесь, создали свою семью. Поэтому здесь много чего бывает. После двух часов занятий в общем зале воспитанники «Благо» традиционно отправляются в бассейн. Их девиз «Искать себя и не переставать развиваться» остается актуальным всегда. Татьяна Костанда, Сергей Гвоздев, Служба новостей.